Долгое время считал, что самый старый документ является уникальным документом. Привилегия, дарованная Анной Иоанновной города Оренбурга на то, чтобы ему быть. Но со временем, когда у нас работали отделы, научно-исследовательские, выяснилось, что существуют документы 1617 года. Большим заблуждением является то, что в подобных местах появляются исключительно ученые. Интерес проявляют и простые оренбуржцы. Больше всего востребован раздел истории семьи. Оренбуржцы часами изучают архив, чтобы познакомиться со своими предками и восстановить разорванную временем связь. А некоторые приходят с четкой целью найти тех, кто предал их семью во время раскулачивания. Сегодня же в архиве побывали студенты исторического факультета, которые пока даже не подозревают, какой информацией они могут владеть благодаря своей профессии. Я пошел на историю из-за того, что мне нравится работать с историческими документами. И находясь сейчас в архиве, говорят, что сюда мало кого пускают. Это очень интересно. Я думаю, что когда я буду писать какую-то работу, я обязательно воспользуюсь архивными материалами, архивными документами, потому что это интересно прикоснуться к истории. Прикоснуться к истории у ребят действительно получилось. Они вживую увидели подлинную подпись Екатерины II и множество документов, на которых время оставило свой отпечаток. Один из самых старейших документов и самый ценный – это привилегия Анны Иоанны, которая датишит в 1734 году. Что здесь написано? Мы просили даже прочитать церковные служители. Это на Старославянском. Вот так вот эта грамота выглядела. Можете подержать, посмотреть. Ну, это, конечно, тут подписи стоят. Писал писар Ниссан Царь Алексей Михайлович. У нас очень следят за сохранностью документов. Конечно, очень много документов в плохом физическом состоянии. Но и все-таки мы их сохраняем в том виде, в каком они фактически были. Продолжение следует...